Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Тьямыч, и сегодня у меня для вас довольно интересный подгон. Итак, как мы все с вами знаем, горячо любимый наш второй Эликс вышел в первую очередь на ПК-платформе, мы его, соответственно, проходим. Горе не знаем, всё отлично, но также довожу до вашего сведения, что Эликс 2 это как бы мультиплатформа, и она выходит также ещё и на всех вот консолях, которые есть на данный момент, то есть это PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Так как у меня с собой дом, собственно говоря, вот консоль Xbox Series S, то я ещё запросил пресс-версию для именно Xbox Series S, чтобы, собственно говоря, вам показать, как работает игра на этой консоли, потому что я думаю, что также наберётся достаточно игроков, кто купили вот Xbox младшенькую, да, S-очку, да и обладателям X, я думаю, тоже будет интересно посмотреть. Вот, поэтому сегодня я вам покажу быстродействие, как работает игра, и вы сделаете выбор, что брать, консольную версию или не брать. Ну, что, давайте сначала пройдём по дополнительным параметрам. Сразу скажу, что у меня пока что официальных данных там о том, в каких режимах идёт Эликс 2 нету, то есть это всё будет основано исключительно на моих впечатлениях, а нету, потому что это видео я записываю на момент, когда игра ещё не вышла. То есть, когда вы увидите это видео, уже игра выйдет в релиз, и, скорее всего, разработчики опубликуют доступные режимы, которые есть на Series X и S. Но пока этой информации на момент записи данного видео, к сожалению, нет. Итак, игра весит 29,7 гигабайт, то есть практически 30-ку для S-ки она весит. Ну, и давайте запустим её, посмотрим, насколько быстро Эликс 2 на Series X загружается и идёт. Да, красивая заставочка. Посмотрим, есть ли какая-то разница с ПК-версией, в принципе. Пока, в принципе, в меню, например, разницы не вижу, да? Давайте посмотрим, там, что у нас тут. Игровой процесс, геймпад. Ну, в принципе, кстати, геймпад максимально удобный на геймпаде управления, сразу говорю. Максимально удобный на геймпаде. Мне во второй Эликс было играть очень даже приятно. Я просто сразу заранее предвосхищаю вот это вот всё. Ну, в принципе, тут всё стандартно. По графоне экран. Ну, тут только гамму менять. То есть каких-то режимов, там, типа быстродействия, да, либо производительности тут нет. Я, как бы, запускаю консоль в 2К разрешения. Осталось только понять, в каких FPS запускается игра. 30 или 60. Либо нечто среднее. Давайте посмотрим. О, Хаген. Блин, да, жизнь тебя, конечно, потрепала, Хаген. Был такой чувак. Ну, кстати говоря, довольно быстрая загрузка. Быстрая загрузка, хочу сказать, практически как на ПК-версии. Вот вам, собственно говоря, все возможности, да, внутреннего NVMe диска консоли. Практически запускается как на PC. Так, ну, чё я, я хочу сказать. Ну, по текстурочкам, по графоне, ну, ничем вообще от ПК-версии не отличается. Так, это Фальк, я вам немного проспойлерил. Да, теперь вот Фальк вот так вот выглядит. Но мы пока с ним это общаться не будем, мы просто по миру побегаем. Посмотрим заодно интерьер. Мы тут в каких-то развалинах находимся. Ну да, то есть пока что какого-то, знаете, типа мыльца, какого-то прям явного различия там по тем же текстуркам, да, я не вижу. То есть практически та же самая, блин, ПК-версия. То есть не ухудшенная, ничего, всё то же самое. Так, давайте выйдем на свет божий. Ну, по ощущениям, по ощущениям, чё я могу сказать. Ах, ты шупа, спин, грёбаный. Кстати, на геймпаде удобно воевать, если чё, сразу говорю. Я просто, блядь, нихера себе не буду, вот ты мразь. Я в баклавишах чуть-чуть только путаюсь, к сожалению. Так, спасибо, Фальк, ты помог мне. Меня чуть не убил волчара. Я чё-то вот так вот не привык, я путаюсь между А и Б, то есть А это у нас прыгать, либо прыгнуться. А Б это у нас либо бег, либо перекат. Перекат. Я, короче, вот в этих двух кнопках почему-то путаюсь постоянно, не знаю почему. Значит, смотрите, по производительности, да, то есть по картинке, ну, я говорю, от ПК-версии практически не отличается ничем. По производительности тут какой-то плавающий ФПС, то есть это, как сказать, вот, если мы, например, идём в какие-нибудь места, где много освещения, да, где, в принципе, много каких-то эффектов, то ФПС, ну, до тридцатки просаживается, но при этом до такой, в принципе, комфортной тридцатки. Если мы куда-нибудь там на эффекты затемнения, да, там эффекты освещения не смотрим, да, то ФПС, в принципе, даже ещё больше становится, где-то, не знаю, там 30 плюс даже. Ну, типа смотрим на землю, смотрим на землю, 60, ну, по ощущениям. В целом же, в целом же, ну, комфортно, в принципе, играется, то есть какого-то слайд-шоу тут нету. Опять же, если 30 кадров, то вполне себе комфортно. Так, давайте постреляем из лука. Блин, вот в эти мухи стрелять, это просто жесть какая-то. Грёбанная скальность, стрекоза, мать её. Куда она улетела? Хоп, сука, а. Вот опять я путаю, блин, бег и... Пошла ты, блин. В принципе, удобно, вот, блин. Блин, пипец она далёкая, у меня стрел не хватает. Фальк, холпани. Так, ну сейчас, ладно, Фальк решит все наши проблемы, я думаю. Да? Ты чё делаешь, Алёша? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, забавно. Во, он сейчас просто на раздва её захерачит. Он, когда же у нас сдохнет, а? Во, отлично. Давай ещё, ещё выстрел. А то у меня стрела практически сейчас Закончится Фалик меня спасает второй раз Отлично вообще Фалик наш бро Да, вот осталось только Перестать путать кнопки Ладно, давайте попробуем Поизучать мир Но в целом Где-то 30 фпс плюс Ориентируйтесь примерно Вот на что-то такое Естественно тут будут Загруженные локации В плане освещения Где будет дроп Прямо до 30 Но в целом Вы сейчас можете заоценить Вполне себе комфортно Вот я сейчас бегаю по лесу Да и в целом нормально Ну на X7 На Series X я думаю Что и вообще будут 60 фпс скорее всего полноценные Ну и опять же вот Геймплей вполне плавный Как вы видите Еще раз повторюсь Это то что вы видите Это запись геймплея Xbox Series S Управление довольно удобное Ну я говорю Я единственное Еще да Я блин путаюсь Между А и Б То есть Где прыжок А где бег В остальном Уже никаких проблем нет Но это как бы уже Лично мои запары Там трамушка Калыш Красота Ну я говорю Вот сейчас Вообще такое ощущение Что даже Где-то 40 фпс Наверное Если не больше Ну то есть Фпс плавающий Тут нету прям Жесткого лока На 30 кадрах Фпс Дропается Опять же Когда начинается Ну типа В видимости Слишком много Объектов То есть Вот мы видим Бастион Типа наш Как я понял Да Там Дальность прорисовки Кстати Я тоже хочу Обратить ваше внимание На то что Дальность прорисовки Тоже достойная То есть практически Все как на ПК Пираньи Не стали резать Как бы Графические Возможности Игры Ну и по сути В принципе Все то же самое Что и на компе На максимальных настройках Вот опять путаю Поэтому Не знаю Блин На данный момент Лично мне Играть удобно Не знаю Как конечно Остальным Но Игра Не вызывает Какого-то Лютого Дискомфорта Все вполне Играбельно Ну-ка Дайте Взлетим Отлично Так Мы тут уже были Наверное Да Вот мы сейчас Внутри Тут еще выше ФПС Ну то есть Спасибо Спасибо Пираньям Хотя бы За то что ФПС Да Не Стали Лочить На каком-то Конкретном Параметре Параметре Потому что Некоторые Разработчики Так и делают Что вот У нас Лог В 30 ФПС Короче И все И типа 30 ФПС Всегда Здесь же По обстоятельствам Опять же Ну вот Сейчас Здесь Просадочки Ощущаются Опять же Из-за Того что Много Света Да Много Теней Много Света Но в целом Опять же Говорю Норм Блин Какой Что-то Гигантский Мир Все-таки Так Попробуем Не знаю Кого-нибудь Найти Какого-нибудь Главгада Там Я не знаю Сражаться Я еще Правда Совсем Не вкаченный Ну кстати Вот еще Прикольно Боевка Мне тут Именно на геймпаде Нравится Больше Кстати говоря Чем На ПК Потому что Тут все-таки Ну блин Отдача Есть Она прям Отлично Чувствуется Чувствуется В виде Вибрации Это прям Ощущается Очень хорошо Мы Опять Этот Шипоспин Есть Кто-нибудь Послабее Шипоспин Просто Бьет Очень больно Ну опять же Там Типа Вести Стрельбу Удобно Довольно Такие Стрельба Тут куда Удобнее Чем В первой части Ой Мама Как Красиво Ты Посмотри Какую Птицу Давайте Пройдем Еще дальше Возможно Там Есть Что-то Интересное Здесь Вообще Во втором Эликсе Мне очень нравится Как биомы Друг друга Сменяют Как-то Даже Более Плавно Стало Чем В Первой части Где В первой части Тупо Идешь Лес 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 И внезапно Пустыня Тут А тут Есть Там Типа Знаете Такой Промежуточный Вариант То есть Идет лес Потом Ну что-то Типа Степи Да И степи Плавно Переходят В пустынку Именно Ну вот Прямо Тридцаточка Ощущается В густонаселенном Лесу Опять же Где много Деревьев Да Много Ценей Тут Да Есть Такой О Вопельник Вот как раз Вот как раз Ты-то мне и нужен Ну-ка Давай Типа На Тварь Вот Да Вот Блин Все-таки На геймпаде Я Блин Даже Наверное Знаете КПК Подрубил бы Геймпад Ну Если вас Допустим Не устраивает Фреймрейт И С геймпадом Прям Куда Более Приятнее Сражаться Но Благодаря Его Вибрациям Прям Вообще Здорово Так Мы Вначале Вернулись Ага Так Ну это Слишком Сильные Динозаврики Мать их Ох Ох Пойду-ка Я пожалуй Отсюда Ну вот С крысы Крыса Пока Наш Наш Основной Противник Которую Мы Можем Завалить Так Прикольно Он тут Расположен Конечно Побрежденный Меч Берем Все Абсолютно Все Гот Гот Ват Ю Дезерв Сори Кур Ват Ну да Прикольный Бункер Конечно Короче Играть Вполне Можно Я Не чувствую Какого-то Дискомфорта Прямо Кудается Вниз Пустыню Ну В бывшую Пустыню Естественно В Тавор Кто-то Я кстати Еще Не Был Интересно Будет Глянуть Что Тут Ох Ё Ба Тут У нас Тролль Жаб Гребаный Жаб Так Рыбалап Гребаный Эй Лапы Прочь От меня Ублюдок Блин Он Все-таки Меня Плюнул Мразеныш Давайте Подлечимся Опять же Интерфейс Очень Удобный Если Еще Вот Интерфейс И над Интерфейсом И над управлением Тут поработали Хорошо На геймпаде Жуть Как удобно Играть Я К сожалению Не смотрел Да И не играл В консольной Версии Предыдущих Игр Пирании Да Там Ризаны Например Да С первой По третью Еще есть Первый Эликсар Блядь Подорвался Вот опять же На взрывах Да Просадки Идут Но это Ладно Ну вот В первый Эликс Консольную Версию Я тоже Не играл Но вроде Как там Народ Говорил О том Что В первом Эликсе Для версии Для Плейстейшн 4 Там Была Такая Хрень Что Если Ты очень Долго Играл То Там Шло Переполнение Памяти Короче И игра Влетала Но тут Мы уже Сколько Играем Где-то Примерно Пока 21 Минуту Пока С этим Все нормально В принципе С вылетами Вылетов Нету По Производительности Сами Видите Ну По Пографовывание Опять же Говорю Максимально Все четко То есть О Бандюганы Надо Отсюда Валить Пока Они Меня Не Замесили Ну Хотя Ну Ка Иди К Сюда Я Опять Перепутал Кнопки Ну Что Ж Так Замещайте Теперь Надо Бечь Сейчас Я с ними По одному Расправлюсь Будем Постел Скоро Бандиты Поврежденным Уберсенко Я Тебя Рожу Расквашу Да Да Еб Так Тут Тоже Минус Что Ль Падлы Все Заминировали Ну Ка Может Будь Он Подорвется На Своей Бомбе Не Да К сожалению Нас Нагнули Но Мы Пока Очень Слабенькие Но И мне Все Так Все Равно Надо Привыкать К Направлению На Геймпаде Но Блин Тем не менее Я ожидал Что Будет Хуже Пока Путаю Укурки Оооо Факкинг Слейв ХХ Скоряй СBremen Бахир хорошо ему на помощь не приходит так надо вспомнить начнут блок а вот я понял почти а вот на стик нижний можно пригвоздить персонажа к цели блин они кстати старый готики сделали вот эту штуку то что можно добить лежащего противника можно добить сразу одним ударом это круто вот но не обращайте внимание но на мою криворукости тут реально чистая криворукость так что у нас украденные ценность материал для задания да ну и игра опять же полностью на русском языке наверно с ноги сейчас об набрать ну да он конечно не добил но приятно что персонажа противника можно сбить слог просто все ёкарный паба и блин да привыкать блин конечно потому что геймпадом все-таки блин это не мышь короче да лучше делать лог над лучше делать лог на цели сразу тогда будет вам удобнее потому что камера будет поворачиваться вместе собственно с противником он кинул подлая да шо такие мощные стали твою мать конечно валил без проблем ублюдок да я снова там и еще слабовато блин я ищу спидозный тому же умер от ядом дайте пойдем в другое место слабоватые еще для них старый кусок да это бывший товар мутанты блин стал старые я помню я помню да товар как был так остался довольно опасным местом опять нас стреляют кто на этот раз опять бандиты что ли твою мать ну короче если вы уже притрачились к геймпаду если вы уже не один год играете на геймпаде то я думаю для вас будет не проблема сражаться а на геймпаде там с управлением и так далее мы с этим справимся я еще пока все таки новичок в этом деле ящик посмотрим как ящик завалит убери оружие от кого ты прячешься ну в целом если резюмировать не знаю как по мне нормальная такая консольная версия играть можно вполне есть все наведение на противника с меня затрат да в общем такие дела ребят ну чё сказать и кар разбился да в общем такие дела еще раз повторюсь оптимизация ну да тут нету прям стабильных 60 фпс тут 30 плюс скажем так 30-40 плавающий фпс но в любом случае спасибо что не жесткий лог на 30 управление как как я уже сказал в принципе довольно удобно и единиц на чем мне конечно вот но не блин да опять ты едят меня зря я я сюда да пришел единственно что мне конечно неудобно но это опять же это чисто моя тема потому что я все таки пока игрок что ну мышкой обзор делать окружающего пространства как-то быстрее и удобнее будет чем с помощью стиков но я думаю это дело привычки там не знаю пару дней поиграть и будет удобно и хотел сказать что там еще показать ну карт точно такая же переключение там между картами и картой да умениями у нас на лбрб по моему да так она называется нормально в общем и целом хорошечно таки она я наконец-таки забрался сюда исследовать мир довольно таки интересно и самое главное как как я еще раз уже говорил в принципе от пк версии тут практически консольная ничем не отличается точно такая же графика точно такие же текстуры я хз может быть где конечно чуть-чуть мыльно будет но в целом в какой-то данжен забрались лол прикольно так короче мы забрались в какую-то дырку из этой дырки мы больше не будем ходить друзья я пожалуй на этом моменте закончу обзор данной да xbox series с версии ну и как вы видите еще раз все вполне играбельно все вполне себе цивильно хорошо ну не знаю как по мне в этот раз пираньи в принципе вполне справились со своей задачей так сделали нормальную консольную версию которая практически ничем не отличается от пк ну и еще раз да допомню что в series с это плавающие это это 2к с плавающим фпс от 30 до где-то 40 45 если у вас есть series x а не сервисы 100 скорее всего у вас будут стабильные 60 кадров но в принципе что так что так все играбельно поэтому можно получать вполне себе удовольствие от игры что я собственно говоря вам всем и советую или рекомендую поэтому если у вас встал выбор брать ли вам elix 2 на xbox series x или s то мой вердикт однозначно берите не пожалеете игра в этом плане абсолютно нормальная без каких-либо там критичных багов серьезных графических глюков мы не видели по производительности все тоже вполне себе все хорошо без каких-то либо жестких просадок ну вы сами это все могли собственно грязь заметить да и жаль что нет 660 фпс на series s но оно и так в принципе нормально вы видите по картинке в общем на этом пожалуй все берите смело xbox series и xbox one версию elix 2 ну а я пожалуй пошел дальше покорять просторы видоизмененного моголана в elix 2 господа с вами был темыш всем пока до скорых встреч и увидимся не забывайте ставить лайк и подписываться на канал пока 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 Продолжение следует...